Здравствуйте, сегодня занятие по недельному разделу БР. Здоровином Исраэлем Мазиншарфом из Риги. Привет, Исраэль. Привет, привет. Спасибо, что ты отдельно поздоровался с нашими зрителями на Ютьюбе. Ну хорошо, смотри, глава начинается с оговорочкой, что Бог все это сказал Маше на Синае, а до этого вот такой оговорки не было. Почему такая оговорочка? Есть несколько объяснений, как обычно. Одно классическое объяснение, его легко найти, что заповеди, данные на горе Синаи, как идеалы, они должны быть осуществлены конкретно, прям в стране, на земле, в деталях и так далее. Это значит, что Синаиское откровение – это не нечто философски абстрактное, умозрительное, отвлеченное, а это пример конкретного осуществления. Вот. Это одно объяснение. Другое объяснение, что в предыдущей главе речь шла о казни богохольника одного, который там кощунствовал, потому что законы, ну территориальные законы не были четко известны. И мы это видим из того, что Мушарабейну не мог сам принять решение, когда к нему обратились с вопросом об этом деле. А вот. И тогда он сказал, я спрошу у Бога, и что он ответит, то и сделаем. И Бог сказал, все, забить камнями. Значит, за такие фокусы. И после этого были даны заповеди, конкретизирующие права и обязанности, связанные с недвижимостью. До мельчайших деталей. Почему? Потому что, ну, когда был Мушарабейну, великий пророк, с Богом напрямую общался и так далее, то хорошо, можно было такие вопросы решать. А придет время, когда не будет великих пророков или пророков вообще не будет, как сейчас. И что тогда? Значит, тогда эти вопросы останутся без решения. Значит, нужно, чтобы даже тогда, когда не будет пророков, чтобы был четко прописанный закон, вот прям как протокол действий. Что, в каком случае, как, почем и так далее. Что отсюда еще следует, что Бог присутствует не только в идеалах, принципах, заповедях, но и помыслах, молитвах, ритуалах. А он присутствует во всем, включая коммерческие сделки, обращение с товаром, с деньгами, с долгами, с ответственностью за них и так далее. Получается, что, ну, что Бог присутствует в том, что впоследствии было объявлено не заслуживающим внимания или тем, от чего следует отказаться. Вот там монашеский идеал праведности в виде отказа от собственности. Вот это как бы крайний пример, но этих крайних примеров было много и сейчас немало. И таким образом, коммерческие сделки, богатства и так далее не были, не просто не были осуждены Богом, а были им легитимизированы, то есть узаконены и упорядочены. Вот так. То есть это другой взгляд на роль религии в обществе и, соответственно, на имущество и как понятие, и как часть повседневной жизни с точки зрения Бога. Вот так. Очень не слабо, кстати. Ну, еще тема этого раздела самый большой временной участок, то есть вот эти самые большие циклы. Ну, да-да, это понятно. Пятидесятилетний цикл, ну, что такое пятидесятилетний? Это семь семилетних. И вот получается восьмой год последнего семилетнего цикла. Если кого-то интересует, просто меня никогда особо не интересовали цифры, но поскольку я знаю, что, ну, предположил, что вопрос будет по этой теме, значит, семь это число естественного цикла. Ну, отсюда там семь дней недели, шесть дней Бог творил мир, седьмой отдыхал, как бы мы к этому не относились, вот прямо или буквально или аллегорически, там семь, вот мальчик родился на семь дней, это считать, на восьмое обрезание, даже если это шаббат. Ну, много чего связано с седьмым. И вот семь лет семилетнего цикла, например, да, шесть лет работать, а в седьмой земля отдыхает. Там четыре, кстати, четыре объяснения, четыре упоминания об этом и четыре объяснения, ну, как бы, два и два. Вот. И вот пятидесятилетний цикл. Семь семилетних, то есть полное закрытие естественного цикла, и восьмой год семилетнего цикла, последнего семилетнего цикла, это юбилей год. А восьмой день мы знаем, когда бывает, это Шмени Ацерет, это отдельный праздник в вот в Израиле, вне, после Суккот. А вне Израиля, поскольку праздники удваиваются, то один день это Симха Тара, а другой Шмени Ацерет. Вот. И где мы еще встречаем пятьдесят, ну, скажем, Авраам молился о сейчас у безвращенных и очень злых жителях с дома. А он о них молился. И с чего он начал с пятидесяти праведников. И доторговался до десяти, но даже и десяти не нашлось. С дома, Амура, вот эти вот города, и еще там три города вокруг, небольшие. Вот. Но даже и десяти не нашлось. Но начал он с пятидесяти. Вот. Вот так. Так что это интересное число, но здесь есть еще один аспект. Семь семилетних циклов это полная законченность естественного цикла, а восьмой это выход за пределы естественности. Это уже ну вот скажем это это уже вне временной момент, когда выпадает из времени, это уже чисто для Бога, да, вот здесь естественный цикл, а восьмой это уже особый, это уже выход за пределы естественного цикла. Вот. И таким образом пятидесят год это восьмой год последнего семилетнего цикла, то есть это выход за пределы общепринятых понятий о реальности. Поэтому, скажем, земля возвращалась к предыдущим владельцам. А есть, например, такое объяснение, что владелец возвращался к своей земле. Вот. Есть и такой взгляд. И поэтому этот год назван годом возвращения. Что мы из этого учим? Что для того, чтобы вернуться к Богу, но это не значит, что мы от него куда-то убежали. Я имею ввиду сознанием, чувствами и так далее. Вот. Нужен как и естественный цикл, так и сверхъестественные усилия. Вот. И то и другое нужно. Поэтому те, кто настаивает на критерии сверхъестественности в отношении с Богом, с точки зрения этой главы, они ошибаются. Естественный цикл нужен. Те, кто утверждают только ну как сказать абсолютную реальность, абсолютную ценность естественного цикла в ущерб ну вот сверхъестественным усилием там медитация, наблюдение и так далее тоже ошибаются. Нужно и то, и другое. И вот в этом сочетании того и другого мы встречаем и пшат, рациональное восприятие текста Торы и и понятие, что ну смысл Торы не исчерпывается уровнем нашего понимания общепринятого, а допускается еще там Драш, Ремес и в основном случаях Сот. Да, то есть намек, пример и ну и мистические межисследования текста Тора. То есть предполагается, что понимание не не может быть ограничено только определенными рамками. А оно может и значит должно по возможности расширяться. Вот это интересно. Ты противопоставил естественно и сверхъестественно и вот в этой главе меня поразило, что ну вот можно найти как-то еще объяснение там шабату для человека, да, потому что ну семь дней, человеку нужно отдыхать, все, человек восстановится, а тут же ну как бы ну земля вокруг солнца крутится. Что значит каждый седьмой год? С чего бы в три раза больше или в четыре раза больше было урожая? Во сколько там было? Четыре, по-моему, получается больше урожая. Значит, два пункта я понял, два пункта несогласия. Первое, я не противопоставил естественное и сверхъестественное, а наоборот совместил нужно и то, и другое. Противопоставили, прошу прощения, христиане, когда сказали богу богову кесарю кесарева, слесарю слесарева. Мир горний, мир дольний. Богатый не войдет в царствие небесное, легче богатому, легче верблюду через угольную шкуму, там такая маленькая, какие ворота были. Чем богатому в царстве небес. Это не наш метод. А в Таре как раз предполагается и естественное, и сверхъестественное, и имущество, которое возвращается владельцу, и забота об урожае, и забота о благосостоянии, забота о деньгах и все такое прочее. Очень материалистически конкретные требования, но при этом они освещены светом Синайского откровения. Вот поэтому говорится Блехар, что даже самые-самые материалистические проявления, они должны быть упорядочены с точки зрения Тора. Вот был такой раби Мейер Симха, он жил в Двинске, в Латвии, но тогда это была Российская империя, вот, сейчас это Догов Пилс, два города, Двинске тогда были, и вот, значит, он эти как раз соотношения исследовал очень подробно, Орсамех написал. так вот, он говорил, что вот эти вот большевистские безобразия, ну, тогда это были не большевистские, они тогда назывались социалистические, вот, это результат того, что идеи социальной справедливости оторвали от Тора. Вот. А потом, когда, ну, началось распространение идеи политического сионизма, он тоже критиковал, говоря о том, что идеи национализма, но он имел в виду еврейского национализма, вот, будучи оторваны от Торы, ничего хорошего не принесут, надо, чтобы, ну, чтобы идеи сионизма были озвучены и освещены именно в связи с Торой, как они даны, вот. И когда ему говорили, ну, что, какая проблема большая, ну, бывает, люди там ошибаются, говорит, нет, большая проблема, потому что идол социализма, справедливость без Бога и национализма, ну, национальных ценностей без Бога приведут к тому, что оба идола, национализм и социализм соединятся в один идол, и этот один идол нанесет удар прежде всего по евреям, а дальше всему человечеству. Было сказано в 1909 году, а вот, а понятие национал-социализма возникло позже, но мы знаем, к чему оно приведет. Вот это вот великий мудрец Мейр Симха из Двинска, вот, пожалуйста. Он как раз настаивал на том, чтобы все вопросы материальности были, ну, решались с точки зрения Тора. А если нет, то это, конечно, безобразие. И мы видим, чего это приводит. Вот так. в этой главе очень много умеренно социалистических идей. Ну, тронически осмысленных, естественно. Если будет интересно, поговорим, если нет, пойдем дальше. я просто хотел сказать, что на примере циклов по семь лет, ну, нельзя найти, естественно, объяснение, как может Земля давать каждые семь лет на шестой год в три раза больше. И такое впечатление, словно Бог лично контролирует этот процесс. Словно это не какой-то духовный закон, да, а словно вот Бог лично наблюдает. Кто соблюдает этот цикл, тому он дает в шестой год в три раза больше. Меня не слышно? Ну, это переводит понятие иудаизму. Слышно, но не очень хорошо. Значит, это переводит понятие иудаизма из категории веры в категорию знания. Потому что верить, ну, человек волен во все, что угодно. Он верили в приход коммунизма в 80-е годы. Пожалуйста. Вот. Во что угодно можно верить. А вот знать можно только то, что на самом деле есть. И когда вот владелец хозяйства или коллективный владелец решают соблюдать год шмета, просто решают. Вот собрались и сказали, все, ребята, мы будем соблюдать год шмета. Или просто хозяйство. Вот будет год шмета. Год шмета, хорошо. И в шестой год земля дает тройной урожай. и каждый год количество хозяйств, которые решают соблюдать год шмета, увеличивается. И площадь посевных земель, ну вот этих вот сельскохозяйственных угодий, которые начинают обрабатывать с учетом тронических требований, тоже увеличивается. Потому что вот у соседей нет при всех прочих равных, а у него есть. и таких ну просто не было исключений. И Бог говорит, хотите меня проверить, пожалуйста, год шмета, будешь соблюдать, шестой год тройной урожай. Почему тройной? Что надо было обеспечить в шестой, ну понятно, в седьмой, потому что не пашут, не сеют, вот, и в восьмой, потому что в седьмой ничего не посадили. Поэтому тройной урожай. И вот тройной урожай обеспечен. И каждый год так. по всему Израилу очень много хозяйств. Но для этого нужно как-то что-то еще делать, или это отдельная заповедь, которая работает сама по себе? Заповедь работает сама по себе с точки подачи личного Господа Бога. Ничего делать не надо, просто человек решает, вот у у меня есть участок земли, я отвечаю за его обработку сельскохозяйственную, и я решил, вот Бог, я тебе говорю, седьмой год, я уважаю тебя, седьмой год, я буду соблюдать, вот что это все. Ничего не надо делать. А как у нас совпадает все, есть консенсус по поводу того, какой год Шмита? Да, 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 известно, когда год Шмита. Там же есть какие-то у нас несоответствия в истории, там, какие-то потерянные годы, или даже это сам столетие, вот, про Шмиту все известно. Цикличность года Шмита у нас совпадает, да. Просто с другой стороны, если это что-то, что Бог сам контролирует, это не какой-то духовный закон, или еще чего-то, то, в принципе, его не важно, какой год, контролировать. Ну, как бы, вот, вы понимаете, что вот этот для вас шестой год, окей, я иду навстречу, потому что я решил вот в этом себя проявлять. Слушай, он дал закон, он обещал его соблюдать, и он хочет, чтобы соблюдали этот закон, и другие вообще его воспринимали всерьез. И поэтому он поддерживает год Шмита. То есть, строго говоря, это скрытая полемика с еврейским атеизмом. И с атеизмом вообще. Да и вообще с другими религиями, потому что тут лично Бог проявляет себя постоянно, где нету никакой логики. логики, нет никакой земной логики там, я не знаю, военной, политической, экономической, там, какой угодно. Нету. А есть его логика. Я обещал, я сделаю. Все. И вот не было примера, чтобы было иначе. Только так. Все. то есть, это не какое-то там безличное дау. Это не какой-то там злой демиург, который там с точки зрения там нацистов неправильно создал этот мир и поставил евреев, чтобы поддерживать эту неправильность. Вот. А надо избавиться от них, от всех. И таким образом от власти злого демиурга и, конечно, все было нормально. да, то есть сильный наверху, слабый внизу и точка. Никаких там глупостей. А здесь говорится о поддержке слабых, там, социально зависимых и так далее. Вот. И все, да. То есть, здесь живой действующий Бог, ну, проявление которого может, ну, увидеть каждый. И таким образом сегодня атеизм превращается таким образом атеизм превращается в религию. Ну, просто религия, где связь между людьми определяется их ну, отрицанием Бога. Все равно завязано на Боге, но только на его отрицании. Вот. То есть, вот, вот одна, вот эта заповедь, она очень сильно меняет, ну, картину восприятия. Ну, там много есть интересного, там, чтобы не был никто окончательно разорен, без, там, приведен в отчаяние и так далее. Вот. Там много, там много интересного. там профилактика социальных потрясений, там, ну, алгоритм сохранения структуры общества, например, в этой главе. и вот то, на чем настаивают ну, радикалы, маргиналы, всякие леваки социалистические, то, что они доводят до абсурда, здесь в очень дозированных, четких, оговоренных границах. Что можно, что нельзя, каким образом и так далее. Ну, интересно, я не знаю, мне было интересно, если кому-то интересно, можем на этом остановиться подробнее, если нет, пойдем дальше. Нам до этого говорили про шаббат в смысле недели, да, и здесь словно вот какой-то похожий принцип распространяется на Землю как на ну, как бы следующую часть Вселенной, как бы больше масштаб, чем человек. Вот, что ты про это можешь сказать? Словно как будто бы хотя на самом деле там Земля не сит, если детально смотреть, на самом деле все же растет, просто мы не обрезаем там тот же виноград и еще чего-то, Земля все равно работает, грубо говоря, вот, но все равно этот принцип словно распространяется на окружающую Вселенную, как будто бы вот есть человек и потом следующий уровень и с ним нужно как с человеком обращаться, но на своем уровне. смотри, что получается. Хороший, вопрос. Значит, есть четыре упоминания о годе Шмита. Я сейчас не вспомню в каких главах, к сожалению, да, но четыре упоминания. Первый раз для чего год Шмита, чтобы голодные и неимущие имели что кушать. вполне конкретная задача. Второй раз вот в этой главе, где говорится, что Шмита это шаббат Богу, никому-то другому. Это декларация того, что мы тебя признаем живым, личным, кем ты представился, тем мы тебя признаем. Вот. Это вот в этой главе шаббат Богу. Есть такое, что не брать лихву, там, есть еще одно упоминание, где говорится о предупреждении социальных там злоупотреблений общественных. Есть опять же, что это святыня Бога. Кадош, значит, что мы отсюда видим, что то, что ты сказал, да, что здесь Бог выступает не только как творец мира, а он выступает как поддерживающий этот мир. То есть одно дело сотворил, ну, то, что ход вещей. Это деисты. Так вот, отсюда полшага до всяких злых выводов. Значит, теперь, отсюда именно из этой главы следует, что он и сотворил этот мир и поддерживает его, и следит за тем, чтобы все было в порядке, сам участвует, и призывает к сотрудничеству, к партнерству именно в делах правильного обращения с этим миром. Это один аспект. Другой аспект, который ты выделил, что земля понимается как независимое мыслящее существо. И мы находим эти определения, когда земля там выкинет, исторгнет живущих на ней, земля не терпит, земля равнодушна к происходящему, если оно не задевает там каких-то основ и так далее. Получается, что планета земля, о которой в Вавилонском Талмуде говорится, что земля подвешена на ничем. Вот интересно сказано, да? Земля и планета, там еще подвешены на ничем. Вот прям вот так. Это корябый перевод, но наиболее близкий. Вот. Получается, что земля обладает сознанием. И другие планеты и звезды обладают сознанием. И вот есть интересное наблюдение этих религиобедов, теологов, которые говорят, что самые примитивные формы религиозного сознания это анимизм. Когда одушевляется все. Вот все-все, как у детей. Вот там эти солдатики ночью оживают и там живут свои жизни. Вот. И вот это очень примитивная форма. А вот такие предположения, что что-то обладает самодостаточным самостоятельным сознанием, характеристиками личности и так далее, это пережитки анимизма. И надо от них избавляться, разумеется. Более высокий уровень это шаманизм, который включает анимизм и так далее. Я сейчас не хочу вдаваться в этой религиозе. Но что мы здесь видим, что Бог призывает евреев относиться к земле как обладающему самодостаточной самостоятельной ценностью думающего субъекта. Вот что она не объект только, а еще и субъект. А если она не исключительно объект, а еще и субъект, то отношение к ней принципиальнейшим образом отличается. принципиальнейшим. И тогда экологические нарушения превращаются из ошибки в преступление. Вот что. А тот человек, который не хочет эти дела видеть, подпадает под определение добровольного невежения. Есть такое понятие добровольное невежество. Не хочу об этом знать. Все. А тарак говорит не нет. Надо знать. Невежение может быть благочестивым. Вот. И если мы не достигли определенного знания, это не проблема. Проблема, если мы его не пытаемся достичь. Потому что никто не может сказать, где границы знания, а где незнания. для абиакивы вот это будет незнанием, а для нас это будет я не знаю каким глубоким пониманием. То есть оно у каждого свое, поэтому мы оцениваем не по абсолютным критериям, а по относительным. И когда ребенок знает сколько-то из того, что мог бы и не знать, молодец, человек, который не воспитан в еврейской системе стремится знать, молодец, а если он еще чего-то не знает, то вот здесь возникает два подхода. Один подход такой, а ты еще этого не знаешь, не умеешь, не практикуешь, фу, невежда, еретик, дурак, клоун какой-то, что вы? А есть другой подход? О, ты уже это знаешь и это понимаешь, а это стараешься, ну, как получается, так получается, но стараешься и об этом думаешь, и этого хочешь, молодец, и тогда мы делаем акцент на том положительном, что есть, а не на том отрицательном, чего нет. Здесь у этой главы очень-очень глубокие главы. я правильно тебя понял, что то, чему Бог нас учит по отношению к себе и по отношению к ближнему, потому что Он как ты, и вот как бы у нас есть этот шаббат, и мы словно переносим все это на окружающий мир, на своем уровне, но в конечном счете, вот ты говорил вначале про идеалы, то есть идеал это прийти к тому, чтобы мы воспринимали вселенную как продолжение себя и продолжение Бога, слово о том, чтобы мы даже переносим шаббат. Да. И вот эта установка на то, что мир живой приводит к тому, что и связи между явлениями этого мира тоже работают, они тоже живы. И исследование этих связей приводит к пониманию закономерностей и соответственно к этическому осмыслению того, что обычно этические не пытаются осмыслить. Ну, например, как раньше, например, отношение к животным, птицам, рыбам, вообще было вне этических категорий. Вообще не было. Поэтому массами уничтожали виды птиц, которые там не летали, не боялись ничего. Ну, а что, есть возможность убить, съесть? Я его убил и съел, а что дальше будет трава не расти, не важно. И вот это потребительское отношение, это отношение хищника-варвара, который оставляет за собой выжженную пустыню. И только в последнее время надо меняться, но опять же, не без этих перекосов, типа Кин и Тунберг, которая там карикатура на защиту природы и так далее. Ну, в любом деле есть перекосы, они не отменяют ценности самого предмета. Вот. То есть и таким образом отношение к земле, отношение к воздуху, отношение к свету и так далее, оно наполняется личным присутствием. Это совсем другое дело. Поэтому можно сколько угодно человеку говорить, знаешь, вот есть родник, вот туда он, значит, стекает вода из него, вот там, пожалуйста, ты можешь там белье стирать, воду набирать, вот там ты можешь стирать белье, вот специально туда отводка. идет, а вот здесь, пожалуйста, набирай воду для питья и не путай. Так если человек эти вещи поставит ну в тронически, неважно, он там еврей, не еврей, уважает Тору, не уважает, читал, не читал, второй вопрос, но он ими руководствуется, даже не будучи знаком с текстом Тора или с носителями этого текста, вот, но он их соблюдает, там будет ранних чистый, а если он варвар и дикарь, он постирает свои портян так надолго, и людям здорово и животным кстати тоже. То есть вот эта троническая установка, она заранее отменяет необходимость свидетелей, полиции, камернаблюдения и так далее, всего аппарата подавления. вот. Почему? Он не нужен, если человек воспринимает Бога всерьез, а Бог хочет, чтобы этот мир был таким, таким и таким, и сообщил ему об этом, то ему не нужны эти камеры наблюдения. Ему вообще даже эти законы там карательные не нужны, не важно, там будет полиция или нет. просто это становится его личным убеждением. Мы как-то на днях с другом рассуждали про вот эту ответственность, с другой стороны это что ты говоришь и с одной стороны мозг у ребенка формируется только вот там после 12 лет, чтобы понимать ответственность. И я помню даже по-моему еврейская традиция говорит, что доброе начало только к 13 годам появляется. но я помню, что значит вот я приехал к бабушке в деревню, мы с пацанами ходим там на пруд, у нас рогатки и я вижу они там начали по лягушкам стрелять. Вот, ой, как весело меня это тоже как поцепляет, я там беру, прицелился в лягушку, подбил ее, а через несколько секунд мне стало, мне еще не было 12, мне по-моему лет 8-9 было. Мне стало так стыдно и так больно, потому что я вдруг почувствовал, что я же какую-то живую тварь сейчас искалечиваю или убил, вот, и казалось бы по всем параметрам ребенок еще не должен этого чувствовать или понимать. Ты знаешь, когда говорят вот мозг формируется, это, ну, это для физиологов, для психологов, для, там, каких-то воспитателей, вот, а с точки зрения души вообще все происходит иначе. Вот. И если, ну, если опыт прожитых жизней позволяет душе осознать то, что происходит под влиянием возраста, то тогда, ну, возраст, там, критерий возраста, зрелости мозга как органа тела и так далее, становятся, ну, эти вопросы становятся инструментальными. Да, оно влияет, но оно не абсолютно. А вот абсолютизировать материальность за счет духовности, ну, и что мы получаем? Мы получаем, скажем, мотивировку действий, например, Моша Робейну с точки зрения каких-то выдуманных из пальца высосанных фрейдистских концепций. и человек домысливает там с точки зрения своей теории и пытается со своего пигмейского уровня оценивать слова и действия величайшего из пророков. Причем, ну, факт его мера участия в изменении сознания человечества неизмеримо выше. создать народ из ничего, из рабов, дать великое учение под этим влиянием там разные юридические направления захватили мир и так далее. В любом случае мера влияния выше. Но, знаешь, как у Крылова, айшавка, знать, она сильна, что лаят на слона. Вот. Ну, как если бы, скажем, я не знаю, там, ребенок трех лет пытался оценить личность взрослого человека. Примерно та же адекватность в оценке. Интересное состояние вот описано в этот седьмой год, когда с одной стороны как будто бы этот урожай посвящается весь Богу, да, и это, ты говорил, шаббат Богу седьмой год, но при этом все могут питаться, да, могут звери питаться, могут птицы питаться, я могу пойти там покушать с этой лозы, да, или там хлебное, кажется, можно на один день собрать, да, еды? Да, на один день, да. Но кто говорит на два дня? Есть мнение, что на два дня, но точно на один может, да. Ну вот, и вот это такое состояние, что, ну вот, это очень похоже на мирные жертвы, да, словно Богу нравится вот это ощущение щедрости, когда все могут не напрягаясь, кушать, отдыхать, и звери, и птицы, и люди, и никто не считает выгодно-невыгодно. Более того, самые богатые, самые бедные, и животные, и птицы оказываются в одинаковом положении в отношении этого урожая. И это значит, что Бог говорит, что, ребята, вы между собой, конечно, можете там, ну, чиниться всяко, плохое выражение, да, ну вот, рамосить, да, там выпендриваться, да, всякими там, аксельбантами, званиями и прочими звездочками. Вот. Но, имейте в виду, по сути, для меня, чтобы вы понимали, да, между собой, это, конечно, большая разница, а для меня нет. И если ребенок ведет себя красиво, достойно, а мог бы иначе, так это дорогого стоит, и оно вполне себе сопоставимо с, ну, с поведением человека, может взять, распорядиться чужими деньгами, вот, там, по своему усмотрению, с пользой или не очень, второй вопрос, да, но не делает этого. И сам, почему? Потому что знает, что это неправильно, нехорошо. Ничего ему за это не будет. Но он знает, что неправильно, нехорошо, поэтому он этого не делает. И, в этом смысле, разница между ребенком, который не взял конфетку, когда мог, и взрослым, который не, не распорядился незаконно, да, чужой собственностью, чужими деньгами, оно совершенно одинаково. Вот. И Бог говорит, что вот, вот это пример, сейчас, и животные, и вы, и какие вы, неважно, там, образованные, там, я не знаю, достойные, красивые, умные, храбрые, богатые, бедные, да, пожалуйста, все кушают. А с другой стороны, знаешь, что вот ты, если не покушаешь, останешься голодным, не пойдешь, не соберешь, останешься голодным. Вот если закончится эти там год, закончится этот год, а голодные все равно будут, так ты имей ввиду, как быть голодным. вот, давай. Мусульмане эту тему очень подробно разбирают в отношении требований месяца Рамазан, я не хочу защищать Коран и мусульманскую эту традицию, ну вот это хорошее они разработали хорошо, чтобы каждый понимал, что такое быть голодным, чтобы научился помогать. Вот этот вот этический вывод, он дорого стоит. Ну вот это же отношение слышится словно вот родитель детям говорит, не обижайте друг друга, как будто бы не ссорьтесь, бойтесь Бога вашего, я Господь, все делайте, храните законы и будете жить спокойно, как будто бы не ссорьтесь, живите хорошо прилично, вот я вам дал правило, и у вас все хорошо будет. Даже если вы думаете, что правильно ссориться, и хочется, и ничего от них будет и так далее, то имейте в виду, я-то есть, я-то есть, ну, не ради себя, не ради того, не ради там идей всяких, не ради соответствия общественным нормам, ради меня, Бог говорит. И человек, который готов проигнорировать, общественные нормы, собственные убеждения, если очень сильно хочется и нельзя, но можно, вот, и еще что-нибудь, имея в виду Бога, с большей приятностью воздержится от безобразия, чем если бы он про это не думал. Вот такая методическая конфетка, такая выгода методически обоснованная. Вот. Вот так. Землю не продавайте навсегда, потому что моя земля, а вы пришельцы и поселенцы. Словно Бог делает одолжение людям, что вот есть у вас экономические отношения, и как будто бы это снисхартение, что окей, продавайте, но вот знайте, что оно должно управляться. Нет. Значит, обладание это Бога, черт, ну, это свидетельство Богоподобия. Мы чем-то обладаем, пусть временно, пусть ограниченно, пусть там так и сядет, но вот Бог владеет всем, а мы владеем вот этим. Он всегда, а мы вот ограниченно, но в самом понятии обладания заложено свидетельство Богоподобия. Но это обладание как любое может быть в хорошем смысле, а может и в плохом. От вектора зависит от направленности. И что мы тогда видим? Что Бог говорит, да, вы владеете, это ваше, но знайте, что вы владеете, потому что я дал, это вы у меня поселенцы и арендаторы. Друг перед другом вы пиандриваете сколько хотите. Вот. Но это я дал. И с учетом, что я дал, то нормы ваших отношений определяются моими распоряжениями, моим взглядом, моими нормами. И это ситуация райского сада. Когда Бог говорит, да вот я все, пожалуйста, хотите, кушайте сколько хотите, отчего хотите, а вот только отсюда нельзя. и здесь Бог говорит, пожалуйста, пошите, сеете, собирайте урожай. Но вот это имейте ввиду. И вот как Хава подбила тогда с подачи змея, подбила Адама на нарушение, точно тот же механизм до деталей работает сегодня, но только сегодня. Он работал больше полутора тысяч лет тому назад. Больше двух с половиной тысяч лет тому назад. Когда мало ли там что написано, мало ли что Бог хочет, а вот я сейчас посею и соберу урожай, и будет мне хорошо. И когда посчитали, сколько лет прошло с момента Вавилонского изгнания до момента, пока начали возвращаться, как раз столько лет, сколько лет нарушали заповедь Шмидты до этого. Первое знание было определено вот этим количеством лет. То есть это опять же Бог показывает вид религиозности, который Он ожидает. Да, вы молодцы, у вас есть свободная воля, у вас есть ответственность за нарушения, у вас есть заслуги в случае соблюдения, у вас есть право на сомнение и размышления, на все что угодно. Но помните, что хозяин я. И давайте по-хорошему там много чего отсюда следовать, чтобы не было окончательно разоренных, чтобы не было безумно богатых, потому что и те, и другие с большой вероятностью заинтересованы в разрушении существующего общества. им для одних общество это океан вражды, который окружает их слабую, зависимую, нищую жизнь, беспросветную. И тогда какая разница мне, что с ним происходит? Это то, о чем Карл Маркс, которому РТХ и Леви, очень подробно писал в своем капитале, почему пролетариат, то есть лишенный средств производства может быть заинтересован в разрушении общества. Он эту тему очень прокачал глубоко. А здесь нету пролетариата. Наступает ближайший год 50-летнего цикла, ну там известно, когда наступает через 30 лет, через 20 лет, ну в зависимости от. И земля не окончательно разорен. Не ты получишь, так твои дети получат. Нету такого, чтобы никакой полной безнадеги. Нету такого. Но с другой стороны, не будет абсолютно богатых людей с безграничными возможностями. То есть олигархия как феномен социальный, политический тоже исключается. А мы знаем, кто чаще всего бывает заинтересован в разрушении общества. Это пролетарии, то есть те, кому нечего терять, потому что у них полная безнадега. И олигархи, которые не боятся потерять, потому что они уверены в своих экономических возможностях. Вот у них экономические возможности есть, а политические не очень. А потому что никогда оно не идет строго параллельно, пропорционально. всегда есть люди богатые, но без власти, например. Или без той власти, о которой они мечтают. И все. И тогда очень часто происходит смычка олигархов с пролетариями. Когда олигархи нанимают всяких хулиганов, каких-то субольных болельщиков, чтобы они там хулиганили, гоняли по улицам, жгли людей в домах, устраивали безобразие на площадях столицы и так далее. И все. И нормальным людям уже деваться некому. Вот чтобы этого не происходило, нужно, чтобы у олигархов, чтобы не было олигархов как категории общества и не было пролетариата как категории общества. Все. И тогда можно строить жизнь, планировать и так далее. Ну и дальше пошли там законы Торы, красиво все. Вот так. Если посмотреть на эти перевороты в... Кстати, и в Китае, и в... и в Европе. Кто организовывал эти банды хулиганов? Ну, кто? Дворяне. очень богатые купцы купцы, кстати, тоже. Ну, это греки еще писали про демократию, что она дает возможность как бы почему нельзя распространять права голосования, права на черн нельзя распространить и так далее, потому что все равно появляются популисты, как бы ты не настроил эту систему, появляются популисты и так далее. Да, у них был богатый опыт, собственно, поднятие демократии оттуда пошло, посмотреть, как тираны приходили к власти. Они договаривались с руководством общества, не важно, там, города или храма, нанимали бандитов на деньги этих олигархов. Кстати, олигарх тоже греческая поменьше. Вот. И все, и захватывали власти, дальше делили, а потом начинали вот эти вот разборки между собой. То же самое было, кстати, и с французской революцией. Дворяне начинали и в конвейер. То есть юбилейный год, он служит предохранителем против такой ситуации, так? Да, да, он как бы стравливает накопившееся экономическое и социальное напряжение. Это и год шмита и в большей степени еще год юбилейный, ювель. Я попробовал посмотреть, когда это практиковалось, и я понял, что вроде только при первом храме в принципе соблюдались эти 50-летние циклы. Сколько раз тогда получается они вообще соблюдались? Сейчас скажу. Значит, есть такое положение, оно опять же в Талмуде очень четко оговорено, что есть ювель, есть ювель, есть шмита. Нет ювеля, нет шмиты. Значит, когда ассирийцы изгнали девять с половиной родов и территория стала уже бесхозной, стало непонятно, кто хозяин чего и что, то аласическая необходимость, ну, как-то сказать, терамическая необходимость Игровеля и Готта Шмиты уступила Равинской. Что это значит? Что с тех пор соблюдают не потому, что это заповеди Сторы, потому что как заповеди Сторы она не работает, а потому, что это постановление мудрецов. Но тогда еще были пророки. И пророки подтвердили отношение Бога к Году Шмита. И то, что мы видим сегодня, это продолжение Года Шмита сначала как тронического постановления, потом как Равинского узакованного Богом через пророк. Вот что. Есть еще у кого вопросы? Ну вот тут про выкуп, конечно, это просто такой идеал. Я читаю, я понимаю, что это в еврейской истории было, я даже там читал, когда это практиковалось, но вот там выкуп из рабства, выкуп имущества, просто читается как сказка, ну я знаю, что кто-то это делает до сих пор. Ну вот, оно и тогда было достаточно трудно, это очень трудное заповедь. Вот если вспомнить, Рут Мавитянка пришла со своей свекровью, Наоми вернулась, ну Наоми вернулась, а для нее это был приход на поля Байтлэхэм. и надо было выкупить ее поле. И ее ближайший родственник не захотел уже тогда, это времена судей, это еще до первого храма, времена судей, он не захотел и передал имущественные права ближайшего родственника, он передал кому Бозу, Боз взял и поле и Рут и мы видим, как Бог благословил его решение. Царь Давид единственная династия, как бы мы не относились к вопросу, но Машех мы ждем из рода царя Давида. Может быть это явление, история, период, другая ситуация, неважно, но до сих пор известно, кто потомок царя Давида. Кстати, Равицкогзейбер, потомок царя Давида. Красиво. Абухацира, вот род Абухацира, марокканский род, это тоже потомки царя Давида. Мы просто одни пошли в одну сторону, другие в другую. Одни из Испании пошли на юг в Марокко, а другие из Испании пошли на север в Европу. И через Чехию попали до Латвии, дошли. Вот. Ну тогда это не Чехия, тогда это была Моравия и Богемия, ну в общем они дошли бы в Латвию. Вот. Вот так. Ну, заканчивается раздел словами субботы мои чтите, имеется в виду семилетенькие субботы, или все субботы? Все. Все субботы. Отдельная оговорка про идолов, не все понятно. Значит, тут по-русски написано не делать и кумиров, извоняйний, столбов, камней с изображениями. Кто такие кумиры? Изваяние, так как я статуи понимаю, да? Ну, имеется в виду для поклонения. Это, ну, понятно. Это все формы поклонения. Столбы, какие-то священные столбы, очевидно. Какие-то священные камни. Это распространенная практика. Она и на Ближнем Востоке была, по-моему, и у кельтов была, эти солнечные столбы, даже, по-моему, у индейцев, если я не ошибаюсь. Ну, вот тут, кстати, Испания, Португалия, тут довольно часто встречаются в деревнях. Едешь, там, и какая-то такая беседка для Матери Божьей, для Марии, и в честь еврейки. Свечечки стоят, там, иконочки, там, еще чего-то. Ну, да. Как будто, как будто для путников. Я, честно сказать, нервно, нервно отношусь, потому что когда-то за за эти вещи просто людей сжигали заживо. Вот. Так что... Так, у нас еще Анвео подключился. Друзья, у меня вопросы иссякли. Если у вас есть вопросы, то есть возможность обсудить. Хочешь, я тебе капну ложечку бальзама на сердце? Ну, давай, бальзам мне как раз будет в кассу сегодня. Давай. что когда Лютер вошел в контры с католицизмом, то он пересмотрел отношение к богатству. И он его пересмотрел именно в еврейском направлении. В результате появилась наука социология. когда один товарищ обратил внимание, что за дела. Город один, население одно, все немцы, но одни католики, другие протестанты. Почему протестанты богаче? И стал он исследовать эту ситуацию и в других городах Германии. И увидел ту же картину. И задался целью выяснить, что же определяет. И вот вопросы, которые он поставил, и потом его ученики и так далее, привели к тому, что появилась наука социологии. Вот так. Так что когда те из христиан, которые пересмотрели отношения с точки зрения Талмуда на эти вещи, на Тора, если быть точным, то в результате они сразу получили результат. И до сих пор эти страны отличаются. Такой момент, что окей, мы не хотим быть католиками, а кем мы хотим быть? И человек поставлен в ситуацию, где ему нужно учиться хотя бы чуть-чуть, хотя бы какие-то базовые вещи. То есть получается, что человек, который отрекался католицизма, он был поставлен в ситуацию, где ему нужно хоть как-то учить Библию, хоть в каком-то объеме. Но кроме Макса Вебера есть еще статистика, что в 16-17 веке среди ученых 90% были протестанты, а среди 90% этих протестантов, которые ученые, из них 90% были кальвинисты. Ну вот, значит, спасибо, что ты мне напомнил, я забыл, как его звать, Макс Вебер. Вот. Там было еще. Значит, католики запрещали переводить Библию на какой-либо язык. Просто был запрет. Запрет. Если накодили переведенную на немецкий, фламандский, английский, неважно какой, просто сжигали заживо, не дай Бог, что вытворяли. Вот. И на чем они основывались? Был такой великий человек, ничего не могу сказать, идеалист, идеализм которого привел к большому злу на самом деле. Фома Аквинский. Ну, он великий человек, это правда. Он мыслитель, он все. Ну, идеалист. Так он что сказал? Блаженны нищие, ибо их есть Царствие Небесное. Нищие духом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Поэтому ради блага самих людей им образование религиозное давать не следует. Потому что таким образом это подвергает их духовное будущее их души огромной опасности. И вот это послужило теоретическим обоснованием для того, чтобы запретить перевод Библии на какой-либо язык. Поэтому когда Лютер вошел с ними в контры, то началось процесс образования пошел. Это вот удивительно, как можно полностью наоборот истрактовать высказания. Высказания наоборот про то, чтобы очень хотеть учиться. здравствуй. Здравствуй. Ну что, хорошо, тогда, может быть, останавливаем запись. Спасибо большое. Секунду. Давай, давай. Секунду. Шалом, шалом. Я вот тут сижу, пишу, к сожалению, не могу говорить, но потом послушаю тогда в записи. У меня такой вопрос, может быть, не совсем по теме, но все равно про землю. Что я обнаружил? Какую-то несправедливость такую обнаружил. В каком смысле? Почему-то ни одна земля у других народов, которым дана им, не изторгает своих детей из своего лона, если они как-то себя неправильно ведут? И вот только у евреев какая-то земля неправильная, которая за любые косяки готова народ выпереть от себя. Почему такая несправедливость? Это справедливость. Это дополнительный стимул для людей вести себя прилично. Потому что эта земля считается представительством Бога. Вот как скажем земля под посольством считается территорией того государства, на котором расположено посольство. Вот это представительство Бога. Там вести себя надо особо прилично. А кто ведет себя неприлично, что он очень справедливо. То есть это только из-за того, что это посольская земля? не только. Бог вывел из Египта, дал эту землю, сказал, как надо себя на ней прилично вести, объяснил, что взгляд Бога на эту землю от начала года и до конца года, то есть всегда, всегда и постоянно. Вот. И поэтому, ребята, если вы сами не по-хорошему не понимаете, по-доброму, то вот я еще и предупреждаю, выкинет она вас. Так то, что я предупреждаю, это акт милосердия. Вот теперь вы знаете, как надо себя прилично вести, даже если вы не такие добрые, то хотя бы будьте такими умными. Вот. А если вы и недобрые, еще позволяете себе быть дураками, ну, так не обижайтесь. Вот. Поэтому то, что Бог предупредил, он создал предпосылки для более гуманного общения людей друг с другом. Если не из соображений этики, то хотя бы из соображений ну рацию, логики, разума. Ну это все. Так все справедливо. Ну смотри, просто земля, знаешь как, все называют землю свою, все народы, например, на которой они выросли, да, земля, матушка. Ну то есть отношение такое родственное, понимаешь? А вот евреи получается не могут свою землю назвать матушкой, потому что ну не знаю, я не видел мать, которая выгоняет свои детей, понимаешь? А потому что получается, что не родная мать? Получается, что не родная мать, понимаешь? Нет, нет, ты правильный вывод делал. Получается, получается, что наша родина в боге. Вот что получается. То есть в других случаях, как бы мы себя не вели хорошо-плохо, минимум нам обеспечен. Почему? У нас особые родственные связи с этой землей. А здесь у нас особые родственные связи с богом. То есть он наш папа до конца нас изгнать не может. Правильно я понимаю? Он не может не истребить, он не истребляет. Не истребить, не это, но наказать может, как отец, но отречься не может от нас. не может, да, так и сказал. Ну да, 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 но при этом мы имеем мачеху в виде земли. Нет, у нас бог один. Точка. Вот когда мы к нему обращаемся в после трапеза благословления, мы к нему обращаемся, там есть место, я могу показать, даже как женщине. для чего? Чтобы избежать ну абсолютной антропологизации, антропоморфности, прошу точнее, антропоморфности, да, то есть мы не очеловечиваем его образ до деталей, да, поэтому мы говорим так, мы к нему обращаемся в мужском роде, но есть место, где в женском, и оно не противоречит. Таким образом, мы не можем сказать, что знаешь что, вот я там, знаешь, как дети, я в домике, я в норке, вот, поэтому, что бы я ни делал, ты меня не трогай. Нет, нету такого. Поэтому требование этичного поведения обладает дополнительной значимостью. Вот что. А насчет всех народов я с тобой тоже не соглашусь, потому что кто из народов живет в том месте, в котором он сформировался? Америка вообще не пример. Южные Штаты Соединенных Штатов вообще не пример. Сначала все отжали у индейцев, потом значит мексиканцы отжали у испанцев, потом североамериканские штаты отжали у Мексики. Я сейчас не берусь выяснять, кто прав, кто виноват, я просто перечисляю. Венгры в 11 веке пришли в Панонию, Абургунды, которые там стали частью Франции, тоже пришли. Откуда Андалузия? Это Вандалузия. Германские пределы вандалов прошли через Испанию, часть задержалась. Вот это получилась Андалузия. Это Вандалузия. И какие-то государства не возьмем. Та же Румыния. Там кто только не ходил. Проходной двор Европы был всегда. Просто каждые сто лет. Ну, и что там за народ? Какой народ? И начни там выяснять, где чья родина. Там те, те, эти 25 раз меняли друг друга. и кто они сейчас? Сами не знают. И из-за этого происходят анекдотичные вещи. Кидаются одни точно такие же, а у других точно такие же. И при этом говорят, не, мы совсем другие. Из нескольких союзов славянских племен, значит, вятичи и родимичи названы поляками. Ну, повесть временных лет. И еще там какие-то, уж не помню. Да? Ну, а другие славянские эти племена, они с одной стороны, другие с другой стороны. и попробуй их разделить. И начинается выпендрешь выше крыши Сиолковский наш великий русский человек. Славно, но он поляк. Когда Дзержинский нравится, он наш великий железный феликс, когда не нравится, это польский шляхтич. Ну, как ты их разделишь? Никак. А вот эти монгольские противопоставления? Найманы это одно, Меркиты это фу, другое, татары это третье, перебили друг друга, кто им считал? А мы сейчас разберем, а они сейчас разберут? Тоже нет. Так что насчет мать родная земля, почти все народы живут на территории на которые они пришли, сформировавшись в другом месте? Так что просто мы это признаем, а они не очень все. все. Ну, я, наверное, остановлю запись и там, если есть желание, можно пообщаться на любые темы. Спасибо за занятие стране. Спасибо.